Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня Бурнаул отмечает свой 289-й день рождения. И наш выпуск мы полностью посвящаем этой дате. Корреспонденты телеканала работали на разных площадках. Например, Илья Кочетков побывал в национальной деревне. Ему слово. Место встречи изменить нельзя. Уже который год подряд эта часть обского бульвара на один день превращается в деревню, которую населяют представители более чем двух десятков национальностей, живущих в городе Барнауля. Настоящий цветник культур, иначе и не скажешь. Барнаул всегда отличался смешением самых разных народов, а также тем, что они живут здесь в мире и согласии. «Каждая палатка – это такая импровизированная национальная изба. Вот давайте зайдем в одну из таких изб. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто вы? «Добрый Шумбард. Мы – мордва. Мордовский народ». «А что это на столе?» «На столе национальные блюда. Называются каймак, кулага, чапа-маловсы. Это мордовские блюда». Песни и еда, еда и песни. То, что и связывает и отличает разные народы, говорит сразу и многое об их истории и характере. «Здравствуйте. А вы?» «Мы – представители еврейской национальной культурной автономии города Барнаула». «А что это за печеньки?» «Ну, это не печенье на самом деле. Это лепешка. Называется маца». «Та самая?» «Да, та самая. Заменитое?» «Да, та самая еврейская лепешка, которая просто множеством разных мифов. Однако делается она из одной лишь воды и муки». «Позвольте прикоснуться к истории. Конечно. «Многотысячелетней истории еврейского народа». «Трудного пришлось». Люди Востока и люди Запада, славяне, азербайджанцы, прибалты, нашлось место в национальной деревне и тем, кто просто приехал поучиться в Сибирь издалека. «Здравствуйте». «Намасте». «Намасте. Так, а вы кто? Откуда?» «Мы из Индии. И мы вам показываем, у нас приправа уже вот. «Настоящие индийские приправы?» «Да. Это куркума». «Как хорошо, что один лишь запах, вот этот особый пряный индийский запах может сразу многое рассказать об этом замечательном народе и об этой потрясающей стране». Национальные блюда и песни задали настрой тысячам горожан. И это лишь начало праздника. Все самое интересное еще впереди. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. А вот Андрей Дреер знает, сколько жителей краевой столицы праздник решили отметить спортивно. На площади Советов бегали, боксировали, подтягивались и ходили конем. Смотрим. Праздник города, как мы помним, это еще и праздник спорта, потому что здесь на площади Советов представлены целых 9 дисциплин. И это только те, которые стартовали одновременно. Стрит-воркаут, упражнения на перекладине и брусьях. Рядом с ними гири, силовой экстрим, кроссфит. Дисциплина, в которой нужно совместить силу и скорость. Участником спортивного события мог стать каждый. В одном только стритболе участие подтвердили 94 команды, включая ветеранов. Разношерстный полностью контингент. Есть и команды, которые прямо называются ИП, какие-то определенные. Есть команды, представляющие страховые компании, которые названы также названием своей компании. Есть люди, которые просто собрались, назвали там «Моя любимая няня» и начинают играть. Могут играть и сами няне, и их подопечные. День города не только праздник спорта. Барнаульские спортшколы представляют все то, чему могут научить. Здесь и бокс, тейквандой, карате и даже кунг-фу. Как раз с начала учебного года все спортивные школы набор свой проводят. И спортсмены как раз в школе начали работать. Деток кого-то может быть зацепит и приведут ребенка заниматься понравившим видом спорта. Активных видов спорта здесь много, а такой только один. Барнаул, конечно, не шахматная столица мира, но, говорят, динамика положительная. То есть количество игроков постоянно прибавляется. По количеству занимающихся, безусловно, это количество занимающихся у нас растет. То есть мы, когда начинали федерацию шахмат в 2011 году, у нас занимающихся было порядка 5000 человек. Сегодня порядка 8000 человек в Алтайском крае. То есть динамика мы серьезно увеличились. Уверен, что эта динамика будет только нарастать. В Министерстве спорта рассказали, что вести подсчет при таком разнообразии дисциплин занятие, конечно, неблагодарное. Но только на Кросснации выдали почти 5000 номеров для участников. Если прибавить к ним участвующих в других дисциплинах, получится, что спорт в этот день выбрали не меньше 10 тысяч человек. А вот так традиционно закончится день для самых удачливых или самых профессиональных. Это был Андрей Дрилер, Николай Шилко. День с толком, всех с праздником. Ну а теперь вместе с Полиной Ждановой перемещаемся на набережную Аби. Здесь было гораздо тише, чем в центре города, но, по ее словам, царила особенная атмосфера. В честь дня рождения Барнаула набережная Аби и Нагорный парк превратились в настоящую культурно-просветительскую площадку для горожан. Здесь организовали большую выставку детских картин, а сама набережная превратилась в живой театр. И это еще не все, чем решили развлекать барнаульцев. Молчать! Ты что это голос повышаешь, а? Ты что голос повышаешь? Курва ты старая! Баба-Яга, деревенские жители – самые простые декорации. Вдоль всей набережной идут мини-спектакли. Инсталляцию под открытым небом разбили артисты театра драмы. Сегодня мы показываем пять отрывков из рассказа Василия Макаровича Шукшина, которые можно вот прямо так вот медийно посмотреть, проходя по ряду набережной. Когда, насмотревшись спектаклей, барнаульцы поднимались по лестнице Нагорного парка, на каждом пролете их ждали выставки детских картин. Авторы – воспитанники художественных школ города. Мы решили порисовать непосредственно на праздники, чтобы наши жители увидели, как дети работают на пленэре. Те, кто насытился культурной программой, могли подкрепиться русскими блинами и не только. А еще у каждого была возможность научиться оказывать первую помощь и изучить, как устроена пожарная техника. Особенно ребенку, что это здесь нравится. Но еще больше нам нравится, что ребята два докрытым небом играют такие замечательные вещи. Мы уже два отсмотрели сюжеты. Нам очень понравилось. Берег очень красиво сделали, все оформлено. И Молотогольский. Это было новое. В наше время этого не было ничего. Отметим, что самое веселое и зажигательное запланировано на вечер. В это время на набережной появятся музыканты и пиротехники. Ну а пока любимому городу от юного поколения – стихи. Люблю я город Барнауру. Он уголок моей России. Когда-то он был лист. Ау! Теперь нету голода красивее. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. А главной точкой притяжения стала, конечно, площадь Сахарова. Традиционно это место собирает десятки тысяч зрителей. Отправилась туда и Анастасия Дороган. Эпицентры сегодняшнего праздника – площадь Сахарова. Вечером здесь прогремят салюты, а сейчас гремит музыка. Кстати, людей пока особо немного, наверное, боятся холода. Так вот, не бойтесь. Особо берзливо могут просто танцевать. Танцуй пока молодой, раз танцуешь, ты уже молод. Пока одни ежились в куртках, другие не стеснялись, пели душою и телом. И поздравляли город-именинник. Пожелала бы Барнауру развиваться. Это самое главное. Инфраструктуру, образование, культуру. Но праздников побольше. Больше уважения людей друг к другу, чтобы больше было добра в нашем городе. А ваше любимое место в Барнауле какое? Наверное, наша набережная, Огоньки, как я их называю. В Барнауле мне очень нравится железнодорожный вокзал, где поезда. А вы туда часто ходите? Ну, не часто, но раз вместе там по перрону погуляю. Там такая рельса шпаловая романтика. Поднародные мотивы и современную музыку на сцене выступали детские и юношеские коллективы. Конкурировали с ними и весьма успешно гастрономические палатки. Действительно сложно следить за песнями и танцами, потому что сегодня здесь настоящий праздник желудка. Здесь продают кукурузу, а через площадь несколько мясных точек. Я не знаю, передаст ли камера, но эта часть площади окутана дымкой, ну, очень вкусного шашлыка. В очередях стояли не только за праздничной полевой едой. Своя компания дежурила у мобильного пункта вакцинации от гриппа. Мы думаем, это полезно для здоровья, это вообще класс. А вы же сегодня в честь праздника, может быть, алкоголь употребите, нет? Нет, здоровый образ жизни. И так весело, без него прекрасно. Прекрасно, без допинга должно быть и всем остальным. Продажа алкоголя сегодня запрещена, зато веселиться можно без ограничений. И вы еще успеете. Приходите на площадь Сахарова. Теща из бревна, море цветов и медики-ремесленники. Следующий репортаж из парка Центрального района. С самого утра и до позднего вечера там проходили мастер-классы и выставки. Передаю слово Ирине Корчагиной. Мы находимся в парке Центрального района. Несмотря на хмурую погоду, здесь очень много людей. Если по какой-то причине вы сегодня пропустили все эти выставки красивых аниматоров, показываем и рассказываем. Тут в районе 200 цветов. Да, они абсолютно разные и закреплять их было довольно-таки сложно. Вы не боитесь растаять возле Ярилы? Нет, потому что Ярил, он сделал мне как бы указ, что если я влюблюсь, то тогда только растаю. Вот, пока что не влюбилась. А вот здесь у нас на выставке цветов медики-рукодельники. Наверное, все медики-рукодельники. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели бы продемонстрировать, что наши медицинские работники, не только опытные врачи и медицинские сестры, но в то же время обычные люди, которые выращивают вот такой вот замечательный урожай на своих дачах и огородах. Вы пропагандируете здоровый образ жизни, но здесь у вас столько вкусной еды, блинчики, тортики, всякие разные салаты, огурчики. Человек каждый может себе позволить, он этого достоин, жить здесь и сейчас, питаться вкусно, правильно. Здравствуйте. Расскажите, что потом получится из этого вот обыкновенного бревна? Теща. Что? Теща. Теща? Теща. Теща из бревна. Пилить, пока она сырая. А вы свою тещу не пилите? А я в разводе. Сколько надо глины, чтобы обернуть меня глиной? Чтобы вас? Ну, так намазать или вообще упаковать? Упаковать, да. Ну, в смысле, вообще и в нос запихать. Ну, килограмм 60. А, кстати, вы, наверное, как вот ремесленник гончар, вы, наверное, согласны с тем, что женщина – это священный сосуд? Первый раз слушаете. Ну, что сосуд, да. Это была лишь одна локация дня города. Надеемся, что сегодня во всех районах Барнаула было так же весело. Ну, или хотя бы никто не остался разочарованным. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Далее о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». Еще раз поздравляю всех с праздником. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова